здравствуйте друзья приветствую вас на канале горячая новость ну вот наконец таки мне удалось переварить ту информацию которую предоставил нам адвокат который вам рассказывал наверно в предпоследнем видео о том что голова не влада челюсть вроде как бы там непонятно кого-то молодого человека но возможно и влада ну то есть вот эти вот все вещи то что как там происходили все эти экспертизы в смоленске ну то есть они вообще не происходили ну и теперь переварив все это хотя такие вещи переварить как вы тоже понимаете простому человеку не так то просто просто такое в голове не укладывается как вообще в наше время вроде как бы в цивилизованной россии но я думаю цивилизованной россии это тоже такое понятие которое можно смело ставить кавычки раз у нас уж такое происходит как такое вообще может происходить как наши власти могут такое допускать как не знаю органы местного самоуправления на все таки на все такое смотрят очень очень страшные вещи происходят и меня например это очень сильно тревожит что же вообще будет дальше что будет дальше не только по делу влада бахова что чему все к чему приведет этот бардак в целом нашей стране потому что если такое происходит где-то там в провинциях каких-то она она потом в итоге поднимается и до москвы то что говорить о более серьезных каких-то делах ведь дело влада бахова казалось бы это но я не хочу никого обидеть но это вроде как бы такая мелочь если брать во внимание масштабы нашей страны масштабы те дела которые вообще происходят на территории нашего государства ведь происходят более гораздо такие резонансные может быть вещи так что становится конечно страшно и неприятно понимать что мы вынуждены жить в таком государстве при таких правилах и законах так вот друзья мои мысли по поводу того что я услышал и увидел но могу сказать следующее то что произошло на мой взгляд оно произошло лишь только по одной по той причине по причине того что смоленские сотрудники наших доблестных торговского и в кавычках органов они были практически уверены на сто процентов что ничего не будет никто не докопается до них и ничего не произойдет и все это им сойдет с рук сойдет с рук потому что как я считаю прикрывательство вот этих дел здесь стопроцентное стопроцентное сотрудники смоленских органов те же те же самые эксперты которые проводили вот экспертизу того что нашли я не знаю от влада бахова или они от влада бахова как тут уже выразиться они были уверены на сто процентов что дело никуда дальше не пойдет оно останется здесь то что они скажут все примут за правду как бы там родители спокойно потом заберут все это простятся с владом и всего лишь навсего и все бои всем будет хорошо дело они заведут потом потихоньку в тупик и никаких проблем ни у кого не будет но как показывает практика видите все это дело пошло дальше пошло дальше и как мне кажется то что наделали вот эти люди которые пытались всячески скрыть и увести нас куда-то в сторону они тем самым тем самым себя подставили под удар еще сильней ведь они же не могли предположить что дело дойдет до москвы что это доведется прям до бастрыкина хотя реакция бастрыкина вот я хотел отдельное видео снять ну ладно я возможно дальше сниму мне вот она в целом непонятно вот бастрыкин он же взял как будто это вот дело поговорил с родителями сказал что под личный контроль возьмет сколько времени то уже прошло время не прошло нам нужно месяца два-три или внутри месяца мне кажется точно прошло вот он сказал родителям даже там по телевизору показывали что он взял под личный контроль и все и на этом все закончилось как так то но ты если взял ты как-то в курс дела то вводи тогда что как происходит молчанки то смысл здесь играть я я не вижу совершенно никакого но если ты не хочешь как будто там загруженность большая не знают значит назначь конкретного человека кто бы вводил в курс дела родители кто выводил в курс дела людей потому что ну за этим следит как мне кажется ну мне кажется порядка миллиона но наверно больше человек это даже чисто по блогерам посмотреть по блогерам кто занимается не вопросами наверно под миллион людей наберется только подписчиков у блогеров и параллельно с этим же еще люди наблюдают которые не подписаны поэтому политика бастрыкина или там взгляды вот на все это дело бастрыкина мне вообще не понятно как можно вот так вот взять сказать я слежу все под моим личным контролем всех обнадежить и лег на дно там непонятно где он там непонятно чем он занимается но и вот эти люди которые хотели как бы замести следы это просто такая ну грубая конкретная работа их они тоже были уверены что это никуда не уйдет когда вот эту вот голову приносили туда еще там что-то делали они были уверены на сто процентов своей безнаказанности они кинули грубо говоря вот эту вот информацию там вот эти вот то что наследство от влада бахов как бы кинули и думаю да ладно типа сейчас вроде как бы все нашлось больше родителям ничего не надо куда там они пойдут не будут никуда верить какие экспертизы кто такие родители влада бахова да не никто ну это я еще раз говорю не хочу никого обижать обидеть но мне кажется это мысли были именно вот этих вот людей которые вот это вот все по приносили мне кажется там не удивлю что там еще от какого-то человека что-то найдется поэтому вот такое вот хамское отношение отношения от безнаказанности потому что люди просто уверены что никому ничего не будет не удивлюсь что им с рук сходили какие-то возможные другие дела раз они вот так просто все откровенно хамски это все делают но если с другой стороны посмотреть то вы сами то посмотрите ведь если найдут тех людей кто это сделал кто никто именно сделал это с владом баховым а тот кто потом пытался заметать следы этого же сами понимаете что это на них повиснет влад бахов на них повиснет голова чья голова ведь тоже чат откуда не взяли это тоже я как понимаю такое правонарушение будет на них повисит вот это вот если они хотели просто замести дело скажут и не знали вообще там что-то провода бахова где он там есть это тоже не это тоже диверсия не пройдет потому что вещи то они откуда-то взяли вещи то нет куда-то ведь принесли положили туда кроссовки футболка там что там штаны были еще было что-то так что они тем самым вот этим вот конечно усложнили свою и без того не очень хорошую ситуацию и естественно я думаю сейчас на мой взгляд нам будет еще тяжелее потому что эти люди они теперь понимают конкретно что ответственность скорее всего будет и земля под ними просто горит и они ведь будут сейчас готовы на все друзья то что было до этого это были цветочки теперь пойдут ягодки потому что эти люди они просто ну знаете вот как крысу загоняют в угол она понимает что все если когда где-то она бегает она не так опасно вроде это такое небольшое существо которое в принципе не опасно она она где-то она где-то бегает ну и да никакой особой там опасности просто она противная вот это вот штуковина опасности никого не представляет для человека но вот если крысу загнать в угол как пример вот этих вот людей сейчас их конкретно загнали в угол и они будут рвать и метать они будут готовы на все и теперь но вот эти блогеры которые сейчас приехали в деминов народное слово кто там еще и смотрел петруха по моему еще кто-то собирался туда приехать не удивлюсь ты хочет туда приедет потому что он такой тоже человек далеко не равнодушный опасные вещи опасные вещи и им нужно не только смотреть вперед но и оглядываться назад потому что эти люди будут защищаться и всячески обороняться они вынуждены это делать потому что они понимают что если они не будут этого дела сейчас такие грубо говоря как бы цивилизованные методы там защита они понимают что им уже не подходят там молчанки играть какие-то там головы там подкладывать другие ну теперь уже будет открытое такое противостояние в котором я говорю я советую тем блогерам оглядываться обязательно назад потому что неизвестно кто там может подойти и это может закончиться довольно таки страшными вещами так что вот эта вот ситуация друзья мне показала что мы просто мы приблизились очень сильно к разгадке этого дела дай бог чтобы нам сейчас резонанс не стих мы как продолжали идти так и идем а идем мы друзья правильном направлении потому что вы сами посмотрите ну ведь плоды то наших действий есть год практически ничего не было вот час резонанс блогеры давление на сотрудников наших органов оно принесло свои плоды и мы идем в верном направлении но сейчас стадия совершенно другая такая она переходит в горячую стадию и всем кто теперь хочет разобраться в этом деле в том числе и родителям влада ну нужно быть очень сильно осторожными это на мой взгляд потому что эти люди они теперь готовы пойти на все на все никому не хочется уезжать солнечный магадан и ничего не хочу сказать против магадана никогда там не был ну возможно это очень даже и хороший город но этих люди могут этих людей могут увести явно не в город а в пригород а то и дальше валить вековые сосны вы понимаете о чем я сейчас говорю поэтому друзья то что случилось как бы это грубо не выглядит не выглядело это хороший знак мы идем в верном направлении но нам нужно быть в тысячи в миллионы раз осторожнее и всех моих подписчиков я прошу я прямой связи не имею с блогерами которые занимаются этим вопросом вот прям написать тому же кочи тому же народному слову предупредить их о том что чтобы они были как можно осторожнее в решении этого вопроса мне кажется осторожно здесь будет не лишнее на этом друзья буду заканчивать всем кому понравилось видео обязательно ставьте классы подписывайтесь на канал всем пока друзья до новых встреч